Нью-Йоркский цирк «Большое яблоко» «Circus Big Apple» приглашает на новое представление о старом цирке. Представление называется «Легендариум». Как всегда, этот цирк Шапито разбил свой шатер в Дамрош-парке в Линкольн-центре по соседству с Метрополитен-Опера. Шпрахшталмейстер или ринг-лидер Джон Кеннеди Кейн уводит зрителя в те давние времена, когда цирковые традиции только зарождались, когда акробаты, жонглеры и клоуны веселили народ в балагане на городской или деревенской ярмарке. Элэйн Креймар из Аргентины объединила два жанра – каучук и эквилибр на стойке. Труднейшие трюки она делала без видимого напряжения, легко, всегда улыбаясь. Это естественно, ведь она артистка цирка в шестом поколении. В ее честь в Японии выпущена почтовая марка. Китаец Зян Фан своим номером «Баланс на свободной проволоке» покорил Европу, Израиль, Америку. Он – золотой призер циркового фестиваля. Самые лучшие номера обычно оставляют на финал первого или второго отделения. Первое завершил Зян Фан. В антракте зрители наперебой делились впечатлениями. Лошадки самые лучшие, особенно белые с красными хохолками. Нет, это не лошадки, это пони. Мне интересно было смотреть на пони. И на клоунов, особенно на нее, она очень смешная. Я бы что-то попробовала сделать дома, а я нет, потому что можно упасть и удариться. Второе отделение открыл легендарный Дэниел Сир, автор и первый исполнитель номера «Колесо Сира» или «Одинарное колесо». Номер был создан в 2003 году, а сейчас его исполняют по всему миру более 200 цирковых артистов. Как гулянье в Центральном парке Нью-Йорка был оформлен номер с дрессированными разнопородными собачками. Все собачки были взяты из приюта для бездомных животных. Чудо, какие артисты! Воздушная гимнастка Екатерина Степанова – потомственная цирковая артистка. Родилась в Хьюстоне, штат Техас, когда мама была там на гастролях с московским цирком. В номере как бы две части. Первая на полотнах, вторая на ремне. Незабываемый, единственный в своем роде номер создали жонглер из Амстердама Менна Ван Дайк и танцовщица из Парижа Эмили Вайс, соединив жонглирование с танго. Это их изобретение. Они двукратные золотые призеры международных цирковых фестивалей. Желание летать – так называется номер Валерия Сычева и Мальвины Абакаровой – воздушных гимнастов на ремнях. Завораживающе, без всякой страховки, работа мастеров высочайшего класса. Валерий был спортсменом-гимнастом, членом сборной России, потом работал в разных цирках, включая Дюссалей. Мальвина из знаменитой дагестанской цирковой династии. В их номере много новых оригинальных трюков и плюс к этому драматизм, выраженный не только пластически, но и актерски. Мальвина очень довольна работой в «Большом яблоке». Атмосфера добрая, никто никого не напрягает. То есть дирекция очень-очень доброжелательная на самом деле. И хорошие условия жизни. Для нас это важно, это наша вся жизнь. Чтобы был удобный караван. И, сами понимаете, у нас ребеночек здесь 5 лет ему. Валерий говорит, что именно в этом цирке привычная для него обстановка. Этот цирк, он как-то для нас более семейный, потому что Дюссалей, он более театр. Здесь это более такой традиционный цирк. После Нью-Йорка уже в будущем году артисты выступят с цирком в Бостоне и в Атланте. Цирк – дело серьезное. Специально. Продолжение следует. Смотрите.